Сегодня мы вам покажем актуальный каталог термопласт-автоматов производства китайской компании Докумар. Около 20 лет мы уже работаем на станках этой фирмы и являемся официальными представителями по Украине. Первое, что мы видим, это линейка новых машин. 7 новых термопласт-автоматов представлены в одной таблице с разными типами шнеков. Давайте попробуем разобраться в этом море букв и цифр. В вертикали таблицы мы видим три группы характеристик. Это у нас узел впрыска, узел смекания и прочие характеристики. Везде указаны метрические единицы измерения. Рассмотрим для примера 300 ДКМ со шнеком типа А. Диаметр шнека 50 мм. Соотношение длины относительно динаметра 24 мм. Максимальный объем впрыска 559 см кулических. Максимальная масса впрыска 499 грамм. Максимальное давление при впрыске 2,6 тонны на сантиметр квадратный. Скорость движения раствора 350 мм в секунду. Кстати, этот параметр единый для всех типов шнеков этой машины. Скорость впрыска 687 см кубических в секунду. Скорость вращения шнека варьируется от 0 до 200 оборотов в минуту. Характеристики узла смекания уже не зависят от типа шнека. Итак, усилие запирания 3000 кНт. Кстати, именно этот параметр и зашифрован в названии термопласт-автоматора. Раскрытие 560 мм. Расстояние между колоннами 660 мм на 660 мм. Максимальная высота пресс-формы 640 мм. Минимальная высота пресс-формы составляет 220 мм. Минимальные размеры пресс-формы 430 на 430 мм. От толкателя 165 мм. Сила выталкивания 79 кНт. Общее количество толкателей 23 штук. Далее у нас общие параметры. Максимальное давление насоса 16 мегапаскаль. Мощность мотора 0,93 кВт. Мощность системы нагрева 24 кВт. Гамбариты станка почти 7 на 1,87 на 2,45 мм. Весь станка начинается по полу. И бак для масла на 520 литров. Обратите внимание, что ряд параметров не зависит от диаметра шнека. Есть целый ряд параметров, которые являются прямо пропорциональными диаметру шнека. И несколько параметров, которые являются обратно пропорциональными диаметру шнека. Точно так же есть несколько параметров, которые можно менять в настройках. Либо они меняются в зависимости от настройка. Внизу мы имеем отдельную табличку с еще одними характеристиками. Прежде всего, это раскрытие, из которого напрямую вытекает максимальная и минимальная высота пресс-форта. Это у нас столбики А и Б, в таблице, напротив модели тронопласт-автомата. Далее у нас следует 4 характеристики сопла. Стандартного сопла для данной модели тронопласт-автомата. То есть, прежде всего, это фланец, далее диаметр самого сопла, расстояние, насколько сопло выдвинуто по отношению к передней плите и радиус сопла. На следующей странице каталога у нас габариты оборудования и размеры плиты. Далее у нас пару слов насчет сервомоторов. Также примеры изделий, которые можно получить на этих тронопласт-автоматах. На следующей странице у нас описаны 6 основных плюсов тронопластов-докомата. Прежде всего, это высокая энергоэффективность. Также, более лучшая стабильность работы узла смекания. Более высокая скорость отклика системы. А также тихая работа. Улучшена стабильность работы гидросистемы. А также повышен уровень теплоотдачи масс. И все это достигнуто за счет системы сервоприводов. Энергоэффективность сервоприводов отображена на вот этой диаграмме. Дальше у нас идет полная линейка горизонтальных пунктов термопласт-автоматов. Со всеми их характеристиками. Каждый термопласт-автомат доступен с несколькими вариантами шнеков. Подбор параметров происходит точно так же, как мы рассматривали уже на 56-й секунде ролик в таблице. Далее у нас линейка из 8-х компласт-автоматов с разными типами шнеков. Специально для PET. Их особенность в том, что сама машина длиннее на 50 см примерно. В сравнении со стандартными именно за счет длины шнека. Далее идет линейка из 8-ми машин специально для работы ПВХ. Здесь тоже своя геометрия шнека. Подбор параметров по всем этим таблицам осуществляется аналогично тому, как мы рассматривали в самом начале ролика. Также у Дакумара есть очень специфические угловые машины. Там где два шнека поставлены под углом в 90 градусов. Они используются при двухкомпонентном литье. В этой линейке у нас всего 5 машин. И при выборе параметров единственное, что следует учитывать, что у нас два шнека. Один основной и второй тот, который расположен под углом 90 градусов к основному. Поэтому выбирать надо сразу два параметра. И в заключение у нас 4 травмпласт-автомата для двухкомпонентного литья. В котором шнеки расположены один над другим. То есть параллельно. Ну и так как на эти травмпласт-автоматы можно вешать сразу две формы, у нас появилось ряд дополнительных параметров и характеристик. Если вы хотите этот каталог в электронном виде в PDF формате, то пожалуйста сделайте нам запрос на электронную почту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...